привет профессионные друзья это исследователь хочу сегодня по исследовать журналиста из ладивостока никита называется канал колхозник с востока фамилия он тоже что говорил но я не люблю мне хватает имени или клички и как бы и не особо важного и лицо человека по мне важно что делает и что говорит человек а лица ну наплевать у кого какие лица более настоящие революционеры они должны быть мега острые и поэтому им надо свое лицо скрывать хотя на самом деле я не очень понимаю например быть или канал он там маски стоит а у него стоит значок такой вот ну когда канал там кругляшок такой с галочкой и там стоит типа проверенный канал то есть там как паспортные же данные свои сдаешь получается он ругает государства и прячется от государства но паспортные данные свои дал ютюбу ну то есть и считая государство то есть немножко я не понимаю тогда получается ну как бы немножко абсурдно в маске стоять или или нет ну вот теперь про журналиста народного никиту я считаю это направление очень прогрессивная таких по моему очень мало людей и на самом деле люди осталось то остальшая часть народа она нифига не поддерживает народных журналистов но есть еще реальная журналистика я видел канал там парень из маску мужик из москвы сидит в общем да есть может кто-то еще ну и конечно сотник который в москве сидит которую я смотрю вполне мне нравится что он делает что говорит но как бы и больше должно быть больше таких журналистов вот здесь я выписал хорошие и плохие качества хорошие борется как может это хорошо а еще забыл качество смешные некоторые ролики бывают как например китайцы около стройки где-то возвращение в прокуратуру или где-то там ролик там как китайцы на улице поймал и он говорит кто ты кто ты такой момент смешной приколь прикольно такие моменты иногда получается ты кто такой ты кто я не понимаю там смешные моменты но на самом деле много очень проблем есть у канала переходим к плохим первое ругается со всеми подряд ругаться ну я тоже не против поругаться но как причина должна быть или какой-то повод в общем иногда поругаться можно но с утра до ночи я бы тоже устал а ему надо ругаться с утра до ночи и не со всеми подряд даже те с теми кто с ним не ругается вот то есть сам сам он устраивает ругань как-то тоже пару раз где-то в стримах там ругался но просто сама начинает все время вопить и естественно надо ответить я в итоге пустозвонство получается второе мечтает стать начальником она говорит то же время про народовластия это ролик где на берегу моря они там с блогерами блогерами гуляли бессмысленная встреча как бы надо было встретиться и договориться что мы будем там порядок наводить то все нет они просто походили друг друга поснимали и кстати вот он никакой вывод не сделал насчет встречи сказал бы ну по мне я могу с какой вывод что ну такие чуваки каждый сам себе ничего они не хотят не обвиняться непорядок в своем городе наводить я никакого вывода него не слышал но хотя бы должно было сказать должен был сказать что ну провалился проект объединения активных граждан есть какие-то идиоты которые снимают еду как они жрут на кухне в окружении 4 3 религиозен ну это всем людям вредит просто можно заниматься верить во что-то но когда ты уже принадлежит какой-то религии это секта они тебя дурят и ты становишься сильно зависимым четвертое окружение нет интеллектуалов в основном такие какие-то работяги которые говорят до государства говно надо бы денег побольше херня где интеллектуальная разработка должна быть хотя он пытался в последних роликах вставлять этого фриско но я думаю ему больше нравится какие-то другие идеалы там пить воры в законе 5 орет про план но у него нет хотя можно не не может его посмотреть например у сотника прямом эфире 7 июня по моему был план что делать с россией то есть да ри орет орет с утра до ночи и не посмотрел я посмотрел какие людей есть планы тессе навального мальцева и сотника посмотрел этот эфир все примерно представляю то есть ему пофиг на план то на самом деле просто надо как верующим религиозным людям чтобы с неба свалилась хорошая жизнь орет без повода 6 постоянно в стримах надо всех победить просто глупость или обложиться псевдрузьями как и мальцев делает да так и есть 8 уважает начальников много денег влогеров блогеров с кучей подписчиков это чушь вообще куча подписчиков у всяких кати клэп или соболевых которые просто куски дерьма я вот соболева смотрел ролик один смог посмотреть и все там вот только вспоминать до других каких-то известных личностей ну чтоб денег заработать просто ничего не надо ни к этим людям обществу как-то налаживать и он восхищается от соболев наверное его кумир там между вами 2-3 миллиона подписчиков и зарабатывают он там от миллиона рублей притягивает псевдо революционеров на канал которые то же самое говорят нам с ним вы свален день денег еще у меня деньги есть еще надо ну какие-то куски говна такие на эти которые государства ругают а сами из являются настоящим стал составляющими частями того же государства но опыта видно не хватает отличать сильно встает например за мальцевар подготовку говорит они ничего когда уже все знают что это просто обычный переворочек и чем чиновник никчемный 11 хитрый орет что умрет за революцию за народ но не ходит снимать опасные места например захват линии моря там и какой-то смотрел я навальным ли в колобок какой-то вор законе прочие места 12 не может пить немножко это херня какая-то ну что вот вы выпил я сидра или там вина кого-то литр и ничего никого не зарезал значит у него какая-то болезнь психическая если он выпивает начинает бить людей это ну какая-то проблема мальца вроде то же самое что у них за проблемы я не понимаю водки выпивал я бы 200 грамм про плохо не остановилась башка окружилась никого не привязал 13 мечта это ненужной семье что сразу сделает не революционером как бы можно и семья но естественно каким-то будешь говненым революционером те же можно подцепить и отвлекать будет вывод на данный момент пригодится как солдат для переворота ну что революции не пахнет скорее скатиться вот в эту бесконечную ругань нервоз на самом деле ему не нужна революция лишь привлечь внимание к себе без идей совершенно попить и забыть никита вопилка с востока такой вот план то есть ну как бы нейтрально как бы по сути я сейчас отношусь жалко что по моему мнению не получается развития сам сам так делает видите я был подписан сейчас не подписан после ролика я не буду нажимать тоже подписаться ну то что особо смысла нет и во многих роликах кстати я не смотрел на его лицо которое он говорит лица смотрел по сторонам там дом какие-то машинки стоят это бабушки ходят ларьки я сейчас так делаю в роликах смотрю ну например по Владивосток как-то в основном все к это старая но как во всех российско-советских этих городах есть какие-то новые но там бандиты варьё живут на берегах я помню сама это набережная к это не ухоженная поста по сторонам я в основном смотрю ну слушаю да так фоном чем люди говорят здесь только вы на этом канале фоном и можно слушать вот второй канал он нафиг не нужен потому что ведь это же я не подписан и пока не планирую обратно подписываться потому что прямые эфиры можно и на одном канале и нужно было бы делать так больше людей там видят потому что ну по что больше видят а делать без прямого эфира на youtube просто видео встреча рекламку выпускаешь на канале и делаешь видео встречу а потом ее выкладываешь и все и не заблокирует если боятся блокировать я придумал так и главное ты больше народу привлечешь ты показывает там рекламу кому надо зайдет ссылку ну или ссылку выкладывать в google плюс там закрытой группе кому надо опять же зайдет так ну и вот статистику можно смотреть social blade здесь вводите название эти два человека отписалась один писался четыре а все равно получается три подписалась блин ну в общем если будет без это ругань этой бесконечной то тогда подписывайтесь люди если вот эта нудежка бесплановый бесплановое дерьмо тогда не стоит подписываться на основном так идет час у него на канале поэтому подписывайтесь 1 ругань без повода с поводом вот так так сейчас посмотрим вот данные можете посмотреть это вот налив сжимите подписчикам живой идите на основном значение падают это просмотры подписчики но на вот этом стримовом канале есть наоборот видите рост такая тема просто популярная поболтать хорошо но болтать надо с толком конечно сильно долго не болтать ну если ролики тоже делают старается ли делать до десяти минут ну в общем то на этом все жалко что все таки плоховато у нас развиваются такие каналы но вот есть реальная журналистика сотник револьвер маловато конечно по моему сидят они в основном москве кстати вот эти двое сотник это опять же плохо то есть их там можно зажопить известных лица счета но надеюсь вот этот отрасль разовьется очень не я заинтересован журнал народная журналистика такая которая снесет бандитское государство на этом все пока друзья слава прогрессу стримошам вот не подписывайтесь на канал и вот эти два потому что здесь нет развития и агрессия во все стороны беспричинная пока друзья подписывайтесь на меня я истинный революционер пока